Ребята, это Шамшурин. Здесь вы увидите разбор свидания с тренинга практика. То есть в субботу на третий день тренинга у нас уже ребята идут на свидание, большинство мужчин из группы идут на свидание с теми девушками, с которыми они познакомились в ближайшие два дня, в четверг и в пятницу. Здесь будет интересный разбор, ты возможно узнаешь где-то себя, какие-то свои ошибки, но ключевой посыл. Очень легко и быстро можно научиться общаться с девушками эффективно, буквально за несколько дней. Тогда, когда есть кто-то, кто тебя будет в этом вопросе поддерживать, помогать, наставлять и давать правильную, грамотную обратную связь и правильно тебя подпинывать, потому что если бы не я и мои коллеги, то большинство этих свиданий у них даже бы и не состоялось. Мы заставляем людей звонить, чтобы они вызванивали, приглашали, даже если им кажется, что это нереально и девушка не вызванется, все на самом деле происходит гораздо проще и легче. Поэтому, ребят, смотрите этот разбор и всех я жду на практике с 14 по 17 июля. Осталось еще немножко мест, ссылка здесь под видео, впрыгивайте. В ресторан мы сели за столик, моя ошибка была, что я не бронировал место рядом с диваном, и нам просто дали какой-то стол, там где два стула. Ну как дали, то есть, когда тебе его давали, ты пытался, что-то занято было? Тебе, а ты говорил, давайте что-нибудь другое, там, или они, да? Ну я потом пересел, потом дождь начался, я воспользовался моментом, пересел уже, там и диванчики были, вот, ну эти туда сели. Она все равно села напротив, вот, мы стали общаться, я... Почему напротив, ты с этим что-то пытался? Да, да, я сделан, да, я это скажу. Я сел тоже на диванчик, мы стали общаться, я стал ее трогать, про ее ногти говорить, руки и так далее, потом, как бы, у вас садись сюда. Она это все равно пересела. Я поцеловала, вернее, до того, как ее присадили, у нас сначала поцеловались, да, потом я ее такого, слушай, я делаю за руку, у вас садись сюда, там, диванчик прикольнее. Вот. Почему сразу не сделал этого? Она села напротив, она села напротив по инерции, потому что 90% этих смертных, они так и сделают всегда. Я почему на этом уточняю момент, что если бы она говорила, это принципиальный вопрос, либо так, либо я уйду, то да ладно. Мне хотелось сесть как-то напротив, допустим, немного пообщаться. Тебе хотелось сесть. Да. Все-таки. А потом, там, перетащить ее. А если бы она сразу сказала, я хочу сесть с тобой рядом и тереть сам тебя жопой, ты бы все равно сказал, не-не-не, ты так, давай, тут не это. Я бы так не сказал. Так я бы сказал. Это просто я говорю, что ты замечал свои ошибки, это не смертельная ошибка, да, там, можно улучшить. Да, как бы, может быть, ты просто был не готов, для тебя это непривычно, да, и сразу садиться с девушкой рядом. Это лучше звучит, чем ты говоришь, мне хотелось, потому что в следующий раз ты себя там где-то обманешь, а лучше наоборот. Да. Ничего хочется, искренне. Конечно, рядом, но я где-то волнуюсь, дай попробую, вот тогда это будет лучше работать. Вы пересели рядом. Да, пересели рядом, стали обжиматься, обниматься, поцеловались еще и многократно. Она легко поддавалась? Да. Не было? Не было. Ошибись. Вот. Ну, когда я первый раз поцеловал, я весьма уверенно сделал, как-то она как немножко так сделала, потом она как бы, там, иди сюда, типа. То есть, если бы я не уверенно сделал так, или усомнился, я думал, там были бы проблемы. Ну, там, не знаю, а ты измерял в этом уровне уверенности, сколько там было, в Пскове или в чем это было? Ну, она как-то так немного так отклонилась, я так вот, на себя. Там ключевое, что неважно, уверенно или не уверенно, может, ты не уверен, да, может, там, посетишь, там, бывает, у людей руки потеют, трясутся, да, но главное, ты сделал, как бы, потому что вот это ключевое, молодец. Как вы переместились к тебе домой? К ней домой. К ней домой? Да. Я сказал, что у меня много сил позвать. Ты сказал. Я подо мной ходил с вчерашнего занятия, спросил у кого из вас, что делать, если я не могу привезти к себе. Да и как девушке вообще предложил переместиться из кафе в какое-то жилище? Ну, сейчас я расскажу, мы в 11-7 Тикорский вышли, и там рядом был как-то Красный Октябрь в клубе или что-то такое. Там никогда не было, я предложил прогуляться, давай там, там что-нибудь прогуляемся. Мы прогулялись там, зашли в клуб, еще там выпили. Там что-то минуты потанцевали до часа. И она стала говорить, о, слушай. Уже поздно. Уже поздно, там что-то метро закрывается. Я говорю, слушай, не волнуйся, я все вопросы решу. Все, типа расслабься. И ей. Вот. Мы до часа потанцевали, а до этого она мне сказала, что она не любит все эти дискотеки и все такое. Как это переводится сейчас в умельке? Я не люблю все эти дискотеки. Или это она вот так имела ввиду? Ей там не потанет. Да. Поехали, блядь. Она уже не знала, как тебя подмигнут. Поехали ко мне. Да, да. Мне для себя там просто немного хотелось. Там потанцевать 20 минут буквально. Ты уверен? Ну. Всем хочется немного потанцевать. Ну, 20 минут мне хотелось. Тебе точно хотелось? Я просто уточняю. Да. Или ты такой, типа, не мог сейчас где-то дорешиться, но сообразить, как сделать все. Я решил еще пару треков и все. Мы уходим. В час ночи, все. Я ухожу. В основном часы. Все. Наверное, ты устала. Давай пойдем. Вот сейчас самое интересное. Наверное, ты устал? Я говорю, наверное, тебе. Не хочу тебя мучить танцами. Ты сказала, что тебе это не нравится. Давай, давай, пойдем. Куда мы пойдем? Вот. Куда мы идем? Она не спрашивала. Мы с ней спрашивали. Не спрашивала. Мы вышли из клуба. Прошлись еще по набережной. До Кремля дошли. Уже поздно. Я зовешь. Да. И Наташа говорит, давай там такси вызывать. Она намекнула, что в разные направления мог. Я такой, так говори, какой у тебя адрес? Как она намекнула, что в разные направления? Ты смелый был таксом, да? Себе это моя. Себе, да. Я говорю, какой у тебя адрес? Открыл приложение. Мы уже готовы. Убивать адрес. Так же, как я телефон брал. Я там не спрашиваю. Она говорит, да, вот такой адрес. Потом приехал на такси. Вы садитесь вместе. Она говорит, ты куда? Ты говоришь, я тебя провожу или как-то? Да, да. Я сказал, что я провожу. Она говорит, это тебе неудобно. Это она на Измайловской живет. На Измайловской парке. Измайловской не может. Я на Алексеевской. Она говорит, это тебе крю какой-то? Я такой, Дэнни Парси. Я такой, Дэнни Парси. Вы подъехали к дому. Вы вышли из такси. Она ожидала, что я не выйду из такси. Я продолжу. В такси ты к ней прикасался? В такси нет. Это косяк. Вот. Вы приехали. Мы говорили хорошо. Не было там провисаний каких-то. Да я делал там уже дело не в разговоре. Вы вышли из такси. Как-то неудобно было. Там как-то так и вот. Такси все время ехал вот так. Правильно. Ну, я думаю, можно было сделать. Да. Я не понял. Вы вышли. Она такая, а ты куда? Я просто ускоряю. В такси было когда, а ты куда? Я говорю, сейчас я тебе хочу выйти. Пару тебе приятных слов сказать. Она говорит, пойдем. Вы вышли. Да, вышли. Я толком не помню, что я сказал. Павла что-то. Она надела десерт с клубникой. Что-то там про клубнику пошутила. Как вкусно пахнет клубникой. Что-то херня вообще. Я не помню. Вот дальше мы опять поцеловались. Я говорю, давай я в тебя зайду на 10 минут. Она такая, а ты что-то хочешь? Я говорю, ну а я в туалет зайду. Мы по-быстрому. Посрать. Посрать хочу. Не здесь. Полтора часа влют. Я чувствую, до себя не доеду, поэтому тебе. Еще в голову там. Ты ей что сказал? Она говорит, ну пойдем. Это очень высокая степень доверия к тебе в моменте. Вы зашли. Я потом говорил, давай чай попрям. И ты очень понравился женщине. Потому что я как минимум ее поломался. Ты зашел в туалет символически, вот так сделал. Ну чтобы она поверила, да, что ты в туалете. Я там чисто отпечатал. Да? Да. И все. Дошел от дитя, а потом мы говорим, давай чай попрям. Давай чай. И на кухне там не очень удобно было, что там стол такой маленький, два стула просто и больше ничего. Вот. У меня вообще квартира, стол, мозгун, больше ничего. Ну живет две девушки. Да, там не диваны ничего такого. Ты пытался сблизиться с нами? Я там тоже провид. Стал выходить из окна, встал и там спал вид. Целоваться с ней, целовал, включить. Там все просто. То есть ты говоришь, пойдем, покажешь мне там вид. Она встает, окажется подоконник. Вот там, сзади подходишь. Она сидела. Она сидела на стуле, я стоял. Зачем? Что-то там провид говорит, бред. Она как баба. Ну так ладно, у тебя в шаги. Вот сам я был, в шагу шагу. Блин, блин, блин. То есть почему она сидела? Ты пытался ее все судьбой понять? Я пытался. В какой момент ты сказал, тебе пора? А это было именно так? Да, когда я пытался. Это же она тебе сказала, что тебе пора? Да. И я пытался ее раздевать. Она такая... Ну, наверное... Ну, вернее, в первые несколько попыток она ничего не делала. А как ты пытался? Ты просто подходишь и начинаешь молчать, блядь, расстой, блядь, пугаются. Ну да. Не-не, ну мы, может быть, целовались. И она говорит, что? В первые, там, не знаю, 4 минуты она ничего не делала. Просто... А потом в 4.20? У меня была проблема в том, что я из ее квартиры, я не знаю еще что там по спальне, ничего. В смысле? Она в Эрмитаже живет, я здесь, я и спросил. Нет. Ну, я уверен, что там как максимум трешка просто. Ну, короче, я... Где же спальню? Ну, так как навел. Ну, и карту такой, блядь, гугли, спальню. Ну, здесь мои ошибки вот начинаются значительно. Ну, короче, где-то просто не решился, где-то что-то не потило, и он тебя пытается. Раздевать, а там, ну и два стула себе. Я сижу, она сидит напротив, так подвинулся, прям, ну, в спальню. Ну, вот. Стал руку в штаны засунуть. Смотри, наверняка, потом ты в какой-то момент перестал. Да. И еще прошло немножко времени, и только потом она начала тянет. Да. А не то, что там, ты когда начнешь, ты такая, блядь, все, давай выходи. Такого не было, да? Да. Ты перестал, посидели, а такая... Ну, ладно, тебе пора. Я сейчас еще потом пытался вернуться к этому. По-моему, когда она пора, сказал уже, смотрите. Можно было сказать, короче, я сейчас уеду, все, не ссы. Я же сам тебя уже выгоняю. Я сейчас сделаю тебе массаж. О-о-о-о, не-не-не-не, подожди, дай я тебе скажу. Не-не, ну подожди, ты говоришь, я тебе положу, сделаю тебе массаж, там, пей, все, и пойду. Я хотя бы с чистой совестью, что я, то есть, я себе приятные штуки там, допустим. А иди там, не знаю, смотри, ну, что там помой ноги, конечно, руки. Ну, и там дальше уже долгая история. Если она не захочет раздеваться, там, ты говоришь, ну, блядь, ну как там, ну, я с тобой, давай так, ты делаешь массаж через футболку или что-то. Потом говоришь, ну, кому? То есть, как я к тому, что даже если она сразу не идет на какие-то твои условия, ты, как бы, говоришь, ну, окей, давайте так. А сам уже знаешь, что все равно ты ее прождешь. Массаж, говоришь, ну, футболку надо снимать, раз, она снимет ее в процессе. Так будет бюст, короче, ну, кому? Ну, то есть, это все можно было сделать, как бы, ну, ты молодец, просто, я думаю, что с тобой не часто происходило. Да, я сам охеревал, на самом деле. То есть, ты оказался у женщины в квартире, у женщины в квартире после первого свидания. Ну, это для тебя, естественно, пока. Что мы когда встретились, я телефон ее взял на первом дне тренинга. И в то вечер того же дня мы случайно встретились в парке. Ну, то есть, она мне писала, что делаешь. И я в парке ходил, поздравляю, давай там встретимся. Вот, и 20 минут мы пообщались. Ну, круто, ну, как бы, смотри, просто не хватило каких-то скиллов, не хватило какой-то решительности. Хотя даже она была... Кстати, у меня были мысли такие, что, ну, как я раньше делал, что, вон, нам на сегодня хватит. Не хватило гибкости. Надо было сказать, короче, мне надо позвонить там, не знаю, про бабушке, выйти на лестничную клетку. Пять секунд подожди, оставил специальные шмотки, чтобы она тебя никогда не искала. Сейчас, погоди, я вспомнил, что я там другу позвонил. Это очень важно по работе. Ты вышел, звонил, а сколько было времени? Подожди еще. Потом, когда она уже меня говорила, сказала, что уже пора. Был момент, когда мы с кухни пошли по коридору, и она зашла в свою спальню. Взять кофточку. Взять кофточку. Она зашла, такая, берет кофточку, такая, сука. Она вот так, она просто вся там вот так вот встала уже, да? А ты ж моя кофточка! Нет, это было пять секунд буквально. Вот здесь я понял, что... Надо было просто... Вот пойти в порядке, туда прям, в барах и все. Я тебе говорю, что почему я спрашиваю, сколько было времени? Можно было хотя бы написать в чаты или нам, или позвонить, сказать, ребята, срочный момент, я уже не знаю, но написать в чат. Мы бы не спали в это время, да. Если кто-то... Там советчиков хватает, ну типа в тех, кто прошел практику. А почему они сказали, в любом случае, при до конца? Ну как бы исключительно вот, чуть не хватило скила. Ну ты... А потом мы спустились, я вызвал себе такси, тоже там поцеловались, там что-то пошутили. Я пошутил, что-то там классно было, всегда вот. И назашли с нами. А... Просто вчера я как-то все спонтанно, я так не хочу, и все. Еще когда мы из ресторана вышли, она что-то стала говорить, сколько я там должна, что-то еще такое. Да это все как угрец. Просто, возможно, твоя нормальная девчушка как-то. Я сказал, что он когда играет, мне вообще пофит, сколько я трачу. Когда вещи своими именами называются, да. У него есть шанс, что ты что-то поменяешь. Я ссык. А ссык от на чего? Что она сейчас скажет нам, ты вчера меня не взял, поэтому иди в жопу и так далее, да? Нет, уже заебался и... Ну вот когда мы обнимались, я даже не вставал и... Не вставал? Не вставал, да, у меня. Я понял, что там сейчас, ну нифига не будет. Я так заебался и... Да ладно, себя надо попросить, ну не важно. А сколько примерно 10 у него происходило по времени? Ну не больше полчаса где-то. Ты уже находился в квартире не больше полчаса? Ну может минут 25, там что-то типа того. Мало. Я думаю, может часа два-три. Да нет, у него там все вот так смешалось, там начать нашу. Ну это может из-за большинства стресса вот такой может быть. Позвонили, позвонили. Короче скажи, классно вчера провели время. Я очень хочу сегодня как бы продолжить полноценно пообщаться с тобой, никуда не торопясь. Че, давай там часик 9-10. Ну просто накинь вот это и послушайте. А, Джейсер. Естественно. Конечно. Может тогда там спить еще. Не знаю, ну просто чем-то рискуешь. Хотя бы ситуация пояснится, понимаешь? Да, привет, Маша. Да, приятно, да. Слушай, классно мы время вчера провели. Как тебе понравилось? Да, ты выспалась. Ну да, я не так давно проснулся. Слушай, я хочу сегодня полноценно с тобой пообщаться. Да, я тоже выспалась. Вечерком. Я бы хотел сегодня полноценно пообщаться вечерком. Классное время провести. Как у тебя с переездом? Да, вот сейчас и сейчас вопрос. Отлично. Где бы ты жила, я в любом случае вопрос решу. Скажи, я хочу вечером у тебя увидеть. Скажи. Что, смотрите, пойду по времени. Просто сейчас не могу сориентироваться. А, скажи, это будет часов 9-10. Наверное, вечером я уже буду переезжать. Скажи, на часов 10 тогда я тебя хочу забрать. Да, на часов 10 тогда я хочу тебя забрать. Ты никогда не сдать. Часов 10 я хочу тебя забрать, да? Да. Не слышно тебе говорю. Да, я говорю, я часов 10 хочу тебя забрать. Я думаю, все вопросы тут уже. Не слышно совсем ничего. Ну, через звоню и за ночь скажи. Я хочу забрать тебя часов 10. Как раз ты уже все вещи на себе перетаскаешь. Она, например, говорит, я типа буду перейти, скажи. Ну, так. Предложи, может быть, как-то это. Зачем, чего нет? Слушай, ну, я хочу сегодня тебя украшить. Чтобы ты никуда не торопилась. Да, да. Значит, смысл такой? Позвоните. Все остальное уже для своих. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...